Лучший подарок на Хануку – билет в Еврейский театр Фолксбины. В Нью-Йорке уже стала традицией, что к празднику Ханука Национальный еврейский театр Фолксбины выпускает новый спектакль. Это клезмерский мюзикл «Шлемиль первый». «Шлемиль» – это шлемазл. Для тех, кто не знает, это человек, который за что бы ни брался, все получается не так. В основе мюзикла – произведение лауреата Нобелевской премии по литературе Азика Башевиц-Зингера. Спектакль идет на сцене Центра исполнительского искусства в Нью-Йоркском университете только до 31 декабря. Для внебродвейского театра редкое явление в оркестровой яме «Клезмерский оркестр», которым руководит пианист и композитор Залман Млоток. «Шлемиль» живет в мифическом местечке Хелм, населенном людьми славными, простыми, но не семипядей во лбу, хотя сами они считают себя мудрецами. Самым мудрым в Совете мудрецов признан Гроном Окс, который отправляет Шлемиля в кругосветное путешествие с миссией распространять в мире мудрость Хелма. Наивный, глуповатый, но симпатичный Шлемиль оставляет свой дом с женой и детьми и отправляется в путь. По дороге он, устав, прилег отдохнуть. Чтобы, проснувшись, не сбиться с пути, он поставил свои ботинки носом в ту сторону, куда шел. Пока он спал, грабитель украл его картофельные оладьи, приготовленные заботливой женой, а ботинки повернул носом к дому. Проснувшись, Шлемиль пошел, куда указывали его ботинки. Пришел он в свое местечко, которое, как он был уверен, было совсем другое местечко. Встретил свою жену, которая, как он думал, совсем другая женщина. Ну и что из этого всего получилось, вы можете узнать, побывав на спектакле. Директор Фолксбины Брайна Вассерман говорит, что главная задача еврейского театра – расширить аудиторию, привлечь молодых зрителей, евреев и неевреев. Мы стараемся показывать не только прошлое еврейской жизни, но и настоящее, иногда в аллегорической форме, как в спектакле «Шлемиль первый». Место действия везде, время действия всегда, герои – мы. Одно из средств привлечения более широкой аудитории – полный переход с языка идыш на английский, с сохранением идышистской мелодики речи, с использованием клезморской музыки, еврейского юмора. Костюмы, танцы, песни, пластика актеров, режиссерские находки делают спектакль очень веселым. Вот как оценивает его десятилетняя Майя. Мне очень понравились и песни, и смешные сцены, и шутки. Еще понравилось, как на простыне увозят музыкантов, и как «Шлемиль» делает пипи. Я бы хотела, чтобы моя учительница по химии увидела это. Для привлечения молодежи билеты, которые стоят 75 долларов, продаются молодым людям до 25 лет по 10 долларов – дешевле, чем в кино. В режиссерском решении заметно наследие великих режиссеров России – Вахтангова с его принцессой Турандот и Дибук, Грановского и Михоэлса с их условно-символическими постановками, с которых начался Московский еврейский театр. Об этом я сказал автору инсценировки «Шлемиля I» Роберту Брустину. Да, настоящий театр, как этот, как те, что были когда-то в России, будет фантазию зрителя. Еврейская тема в театре будет интересовать зрителя всегда. Почему? Все мы интересуемся инопланетянами, хотя никогда их не видели. Евреи – своего рода инопланетяне. С этой мыслью согласился сидевший рядом с Робертом Брустиным знаменитый американский писатель Филипп Рот. На Хануку детям дарят Ханука Гелт – денежки. Можно настоящие, а можно шоколадки в виде монет. А что подарить взрослым? Самое лучшее – билеты в еврейский театр Фолксбена на мюзикл «Шлемиль I». Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Рейса Чернина, Нью-Йорк.